В завокзальном районе Екатеринбурга местные жители пытаются спасти одиноко замерзающую, в заброшенном и ледяном ныне ничейном частном гараже, бабу Любу, судя по всему далеко не ветхозаветную по возрасту, но сильно бухающую пенсионерку. По свидетельству одного из завокзальных доброхотов, из-за вечного пьянства брат выставил бабу Любу за порог. Она поселилась в том самом гараже, давным-давно превратившемся в обиталище бездомных бродяг. Тот самый сердоболец однажды в холода даже пустил бабу Любу к себе на постой, но отогревшись, женщина сбежала в приглянувшееся ей убежище без окон, но с дверью, которая, впрочем, из-за снега и льда давно уже не открывается. Вчера ближе к ночи еще один добрый человек по имени Саша, как он сам отрекомендовался порталу Е1, пришел к гаражу, предлагал пенсионерке вызвать скорую или же договориться с благотворительными фондами, чтобы волонтеры забрали старушку туда, где сытно и тепло. Но баба Люба из-за полуприкрытой дверцы попросила лишь сигарету и, узнав, что доброход не курит, наотрез отказалась покидать свою берлогу, заявив, что ни теплых вещей, ни еды ей не надобно. Но Александр так просто не сдался, пообещал поутру снова к ней наведаться, а уходя попытался дверь гаража плотнее прикрыть, чтобы не так холодно было. Но от старости калитка просела и бросла в снег, так что ни войти, ни выйти. Добрый самаритянин взял в руки лопату и со словами «вместо того, чтобы спасти человека, мы его закапываем», стал долбить лед под дверью. «Суровые уральские будни такие у нас. Это гарем. Это у нас гарем такой. Ладно, сейчас я попробую дверь закрыть, чтобы она теплее была. Мы завтра загрянем». После трудов праведных мужчина ушел в освоясь и сокрушенно махнув рукой и приговаривая при этом, дескать, такие уж у нас суровые уральские бабушки.